Всем здравствуйте, с вами Владислав Ковальевский и сегодня мы с вами будем учить такой элемент как боковое. Боковое можно учить по двум техникам, с вальсета, вот так, то есть с напрыжки и с находки. Это когда мы разбегаемся, если у нас боковое в правую сторону, то мы делаем подшаг, последние три шага у нас будут правая, левая, правая, вот так. С вальсета лично мне дает очень хороший стопор, подъем вверх, учите, пробуйте и такую технику, и такую технику. С находки вы затрачиваете меньше сил, нужно определиться в какую сторону боковое вы будете делать, можно делать в правую сторону, можно в левую. Для этого можно сделать колесо, но не обязательно колесо вам подскажет в какую сторону вам удобнее делать боковое. Скорее всего вам подскажет либо кувырок, либо если вы умеете делать переднее сальто, делайте переднее сальто, через какую сторону вам удобнее немножечко было бы развернуться. В какую сторону больше клонит, значит через ту сторону у вас и боковое. И еще вам поможет кувырок. Для начала сделаем кувырок через бок. Пробуем с раскачки сделать кувырок через спину. Делаем несколько раз и при этом стараемся брать группировку. Группировка бывает двух видов. За колени и за ляжки. Добрый день, а документы ваши можно проверить? Можно Машку за ляжку. Чувак, я не пойду щупать эту няшку за ляжку. Делаем кувырок и во время кувырка берем группировку. Боковое можно разделить на три этапа. Вылет, правильный замах руками. Вращение, крутка и приземление. Как лучше всего задавать мах руками? Нужно махать, если вы делаете боковое на правую сторону. Левая рука у вас машет снизу вверх, правая просто вверх. Вы должны сделать такое движение правой рукой, как будто вы закидываете мяч в кольцо. Только одной правой рукой. Все это делаем вместе с прыжком. Отрабатываем это движение синхронно вместе с прыжком. Потом тренируемся выпрыгивать и брать группировку. Совмещая эти три движения. Прыжок, замах руками, берем группировку, отпускаем. Мы стараемся так помахать руками, брать группировку, для того, чтобы привыкнуть к самому движению. Потом можем постараться сделать так кувырок, то есть с таким же махом рук. Вот, вас сильнее закрутит, у вас получится хороший кувырок, вы привыкнете к вращению бокового сальто. Дальше с вами мы продолжим изучение на карьере. А сейчас мне поможет мой ассистент Алексей, продемонстрирует, как может стать ваш напарник, для того, чтобы вы смогли научиться боковое. Если вы вообще не понимаете, как крутиться, я уже вам показывал, вы делаете кувырочки. После того, как вы привыкли к этому чувству, как боком крутиться, можете поставить вашего партнера, напарника, товарища, кто он там у вас есть. Или там троюродного брата, двоюродной сестры, неважно, кто там поможет, поставьте вот в такое положение. И ваша задача сейчас будет прокрутиться через него, то бишь сделать этот кувырок боковой в воздухе. Вот как это должно выглядеть. Примеряйте. Попробуем это сделать на ровном. Вот таким образом вы пробуете, учитесь, привыкаете, в том делаете следующее. Я, ребят, показываю для вас, для тех, кто не умеет, или пробует, хочет улучшить боковое свое. Как это можно научиться? Когда вы привыкли, сделали несколько раз, и делаете уже полностью, пытаетесь боковое. Второй способ научиться. Это, конечно, будет уже тяжелее, но это может вам дополнительно помочь перебороть страх. А потом, все, спасибо, Леша, можешь отходить. Потом просто прыгаете, махаете, представляете, как будто ваш товарищ тут стоит, но его уже не должно быть. Махаете и пробуете уже полностью боковое. Первый метод, о котором я говорил, научиться через переднее. Если вы умеете, переднее сальто. Делаем переднее, потом делаем такое движение. Левую руку разворачиваете, если вы делаете на правую сторону, левую руку разворачиваете сюда, а правую, как бы продолжаете движение, тянете вверх. И берете группировку, как на переднее. То есть, если переднее так, боковое вот таким движением. Так, левая рука сюда. Корпус вместе с рукой разворачиваем и берем группировочку. И у вас само по себе, само по себе получится боковое. Показываю. Вот. И за счет движения руки и разворота корпуса у вас получается боковое. Но один важный момент. Не крутим головой вот туда, иначе у вас получится вот такая штука. Может вообще случайно закрутить на винт. Когда разворачиваемся, голову держим здесь, либо вообще вот здесь. Потом, когда вы привыкли, вы уже напрягиваете. Боком уже сразу левая рука идет сюда, правая снизу вверх. Боковое есть место. Здесь нужно хорошая такая резкая амплитуда. Полный вымах рук. Как и с разбега, так и с места. Мы представляем, что мы хотим сделать как бы внутреннее. Мы, когда прыгаем, у нас ноги перед корпусом. Когда делаем с места, делаем тоже как бы внутреннее. Задаем хорошую амплитуду рук. Делаем сначала с высоты, но потом убираем, убираем высоту. Я вас верю. Удачи, ребята. Развиваемся. Не ломаемся. Подписываемся на канал. Будут новые видеообучения. Всем удачных боковух, а впоследствии и двух. Для начала можно сделать кувырок через плечо. Хотя, не, ни хера. Зачем нам через плечо? Не надо. Вот это я вырежу. Пацаны, вы че это вы тут делаете? Боковое. А ну дайте попробую-ка. Давай. Как-то изи, блин. Ничего себе, ёпта. Это Ковалевского канал, стал и боковуху с места вклепал. Это канал Ковалевского, учитесь двуху с места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА